Никита меня притащил в музей народного творчества, если честно, это я сюда пришла. И теперь мы любуемся изделиями из соломы, псковских мастеров. Я, конечно, не фанат, но поделки руками я вообще люблю. Смотрите, колыбелька. Здесь вот ребенок должен был спать. А это ткацкий станок, я так понимаю. Ну, в общем, коврики представлены в большом виде. Так ткались. Станок, тут самый большой экспонат. И выставка деревянного зодчества. Ребята, тут есть свадебный костюм. Просто вот такой вот костюмчик красивый. Мы на территории Московского Кремля. Оплатили экскурсию. Сейчас пойдем смотреть макет 15 века. Сначала по макету. Перед нами реки Великая, с предположенной стороны впадающая в нее скоба. И вот у слияния этих рек в северной части мыса образовалось первое разделение нашего города. Когда оно образовалось, нет таких летописных данных. Но люди здесь жили задолго до первого летописного упоминания. Вот где-то 903 год. Вот когда Псковитянка отзывалась. Итак, вот это Троиц. Ой, Псковская стена. 9 километров. Псков стоял на границе с другими государствами. В 13-12 веке являлся оборонным городом. Ни разу не был взят за все эти века. И вот этот Троицкий собор, он сохранился даже с тех времен, то бишь с 13 века, когда фашисты его заминировали во время мировой войны. Город был перевалочным пунктом, поэтому не успели его взорвать. И он до сих пор стоит. Идем смотреть этот. Тут очень много чудотворных икон. Является паломническим местом. Сейчас посмотрим иконы. Ольгинский мост, где прогуливалась великая ягиня Ольга в 13 веке. Субтитры создавал DimaTorzok